Пасха Мы считаем, это поколение, поколение будущего. И поколение, дети, которые сегодня живут, они не живут в отдельно взятой стране. Это дети мира. И мы надеемся и хотим, что дети сегодняшние, установив контакты сегодня в гимназии номер 15 города Сочи России, контакты, которые будут сопровождать их всю оставшуюся жизнь. И тогда у нас будет шанс жить на мирной земле. Изучение культуры, истории и знания родного языка – главная задача форума. Поэтому для детей, россиян, перебравшихся по разным причинам на постоянное место жительства за границу, были также подготовлены и конкурсы на грамотность. Фразы из известных пословиц русских народных, вы должны закончить. С этими заданиями ребята из Чехии, Швеции, Эстонии, Франции и Финляндии справились довольно быстро, ведь русский язык их родной, и они продолжают его изучать и за границей. Яша Трифонов, например, уже 6 лет живет в Хельсинки. Свои знания по культуре, истории и грамотности он продемонстрировал со своей командой в интеллектуальном турнире «Диалоги на русском языке». Мой уровень знания русского языка на десятку. У нас Финляндия мучает себя по десятибальной шкале. Ну, это пятерка по-русски. И да, я вполне могу с ними посоревноваться. А соревновались ребята из пяти стран с учениками 8-х, 10-х и 11-х классов 15-й гимназии. Команда России, естественно, шла вне конкурсной программы. Но с удовольствием вместе с соотечественниками отвечала на вопросы по истории развития космоса, культуре России, всемирной литературе и архитектуре. Наибольшее количество баллов набрали ребята из Эстонии. Вторыми стали финны, а замкнула тройку лидеров команда Чехии. Но главный победитель интеллектуальной борьбы, конечно, дружба.